Здравствуйте, уважаемые товарищи! В 1923 году во всех средствах массовой информации, которые так или иначе освещали экономическое положение России, была, я бы сказал, доминирующая тема, тема острейшего дефицита рабочих кадров. Эта тема появилась не случайно, а на отражении того, что считают, нужно сказать, предприниматели российской буржуазии, которые, собственно, отвечают в сегодняшней капиталистической России за организацию производства. Более 70% руководителей промышленных предприятий отмечают нехватку рабочих кадров. Сложилась такая ситуация, когда борются не за привлечение новых кадров, потому что брать их неоткуда, а за удержание имеющихся на предприятиях. Вот такая доминирующая стратегия. Понятно, что, конечно, не привлекать новые кадры невозможно, потому что, естественно, есть убыль работающих в связи с выходом на пенсию, а сейчас как раз начинается период, когда на пенсию будут выходить все-таки. Все-таки люди меняют место работы, переезжают, и все это означает, что вообще без изменения численного состава и персонального состава рабочих кадров на предприятиях невозможно обойтись ни при каких обстоятельствах, даже в условиях самого острого депутата рабочей силы. Но, тем не менее, стратегия теперь такая. Ну, на деле эта стратегия означает, что предприятия, которые могут положить более высокие уровни заработной платы, дополнительные льготы в виде бесплатного питания, обустроенного бытового обслуживания, бесплатного транспорта для приезда на работу и отъезда с работы. Эти предприятия, конечно же, рассчитывают на то, что к ним будут переходить с тех предприятий, где такого не могут обеспечить предприниматели. Мы уже это видим. Происходит переток из сферы мелкого бизнеса, который как раз и держался на том, что не игнорировались нормальные условия труда, игнорировалась необходимость оформления трудовых договоров. И вот из этой сферы рабочие люди, у которых появился выбор реальный, перешли в сферу крупного производства. Если мы будем сравнивать средние размеры зарплат в крупном производстве, то они значительно выше, чем в мелких организациях. Что, собственно, и всегда было, что демонстрирует преимущество крупного производства не только с точки зрения капиталистов, а вообще с точки зрения развития производительных сил, в том числе и работников. И вот эта ситуация, конечно, порождает массу проблем, то есть кое-как находит выход предприниматели, значит, они пытаются удержать работников. И, конечно, вот начался поиск и причин, и путей выхода из этой сложившейся ситуации. Что касается поиска причин, то они были давно известны, и, скажем, сторонники рабочего класса, в том числе специалисты Рабочей партии России, отмечали еще больше десятилетия назад, что существующий уровень заработной платы не только не обеспечивает нормального использования рабочих семей, это речь идет уже и о демографической проблеме, которые тоже очень острые, но существующие заработные платы не способны компенсировать те вредные условия труда и более неблагоприятные условия труда, которые, как правило, существуют на производстве. И поэтому мы говорили о том, что приток молодого поколения в рабочий класс очень слабый, явно недостаточно, чтобы компенсировать выбытие. И что просто вот в силу этого факта, в силу превышения потока выбывающих рабочих в связи с болезнями, с профессиональными заболеваниями, в связи с достижением пенсионного возраста над потоком входящих в состав рабочего класса, вот в силу этого превышения численность рабочих будет сокращаться и скоро будет некому работать в буквальном смысле. То есть речь идет же не просто о дефиците, как о явлении, так сказать, препятствующем некоторому врушению производства, а речь идет о дефиците абсолютном. Ну, понятно, что все-таки буржуазия как-то среагировала и пытались уже в виде этой ситуации что-то предпринимать, и поэтому такого абсолютного исчезновения рабочего класса не произошло. Но, тем не менее, численность рабочих в промышленном производстве, в том числе в ключевом секторе промышленного производства, обрабатывающих производств, неуклонно уменьшалась и продолжает уменьшаться. И вот, если до поры до времени, это вообще мало кого тревожило. Почему? Потому что уменьшается исчезновение, но для того, чтобы получить прибыль, особенно в сферах, где производство монополизировано, то есть конкуренция слабая, то есть в этих сферах можно ведь увеличить прибыль за счет повышения цены, что предприниматели благополучные делали, я имею в виду самые крупные предприниматели. Поскольку, если мы будем рассматривать индекс цен производителей, то он, безусловно, рос год от года. Несмотря на то, что, вообще-то говоря, статистика показывает повышение производительности труда, а повышение производительности труда означает не что иное, как снижение затрат труда в расчетную единицу выпуска. А мы знаем, что затраты труда в расчете единицы выпуска, они, в общем-то, образуют величину стоимости. А цена есть не что иное в рамках товарного производства, как денежное выражение стоимости. Поэтому, строго говоря, было мощное экономическое и объективное экономическое основание для того, чтобы цены понижались. А пользуясь своим положением на рынке, положением, так сказать, крупных производителей, способных диктовать рыночные цены, вот эти предприятия завышали цены и получали прибыль, в общем-то, не особенно заботясь о том, что как, какими темпами увеличивается производство, что уменьшается численность рабочих. Ну, хватает для высоких прибыли, ладно, а чего тут переживать? Всегда рабочие найдутся, тем более речь шла о безработице. И вот так, в общем-то, и было. То есть, было, что численность рабочего класса сокращалась, численность рабочих сокращалась, а дефицита рабочих сил не было. Да, до 23-го года никто не трубил. Ну, да, конечно, были какие-то, так сказать, проблемы, было неприятно, но вот всеобщего такого понимания и всеобщей забоченности, что существует дефицит рабочей силы на предприятиях промышленных не было. А что же изменилось? Вот совсем недавно. А изменилось следующее, что государство, которое долго находилось как бы в стороне от производства, и которое начинало, конечно, активно регулировать производство и осуществлять преобразование в производстве, целое собирание отдельных частей экономического организма, разбитого в результате приватизации 90-х годов. То есть, создавались концерны, холдинги, госкорпорации. Но, тем не менее, это так шёл процесс, я бы сказал, стихой, и не особенно афишировался, и даже не особенно приветствовался. Так вот, государство после объявления специальной военной операции, конечно, стало просто перед объективной необходимостью очень активно регулировать экономическую жизнь, потому что здесь уже идти на поводу в интересах повышения прибыли, ну, было сложно, надо было решать вполне конкретные военные операции, обеспечивать их материально, их осуществлять. И здесь уже, так сказать, спрос вообще появился другой, да, из государственных деятелей, ну, а они, соответственно, переложили или привыкли к этой ответственности и тех предпринимателей, которые осуществляют выпуск продукции в расчёте наоборот. То есть, короче говоря, появился очень масштабный, развернутый, не просто государственный заказ, а государственный оборонный заказ, который, в общем-то, формировался, исходя из потребностей решения боевых задач, а не исходя из потребностей прибыли. И сразу обнаружилось, что вот тот темп роста, который вполне устраивал капиталистов, который согласовывался с увеличением прибыли за счёт, прежде всего, завышения цены, он оказался совершенно несоответствующим задачам, связанным с осуществлением специальной операции. То есть, государство своими заказами, своим, прежде всего, государственным оборонным заказом вынудило предпринимателей, в том числе и в рамках государственных корпораций, принимать напряжённые производственные программы. Напряжённые. То есть, не исходя из того, что «да ладно, как-нибудь нам-то что, собственно, лишь бы прибыль получить», из того, что нужно сделать в такие-то сроки, строго оговоренные сроки, да, и с необходимым качеством. А дальше, ну, чем рисковал предприниматель, если вот он чего-то не выполнил? Ну, там, прибыль не получит в том объеме, которому хотел. А изменить, если ты не выполняешь гособоронный заказ, здесь уже возникает совершенно другая ответственность, вплоть до уголовной, не выполнение гособоронного заказа. И теперь уже предприниматели поняли, что нужно реально, так сказать, и очень напряжённо осуществлять выпуск продукции в таких объёмах, да. И вот теперь-то уменьшение численности рабочих, это бы не просто был такой процесс, неприятно, конечно, но как-нибудь переживём. А теперь стал процесс, который вот их поставил, эти предприниматели, но если хотите перед чертой, так сказать, быть или не быть, да, предпринимателями, может быть, даже сесть в тюрьму. Значит, вот тогда появился деписцит рабочей силы. И вообще, теперь это выяснилось в ходе специальной военной операции, что когда государство действительно занимается экономикой, то вот все эти темпы, темпы, формирующиеся как результат просто средних темпов развития отдельных корпораций, даже и крупных корпораций, все эти темпы оказываются, так сказать, совершенно заниженными, заниженными относительно того, что может дать экономика, если она работает по хотя бы каким-то основам единого плана, ну или хотя бы в рамках государственного обороны заказа, который имеет достаточно широкий охват. То есть, мы теперь понимаем, что действительно централизованное план государственное управление экономикой обеспечивает огромное преимущество экономического развития в плане темпов роста выпуска продукции. И вот мы только чуть-чуть, чуть-чуть только этим занялись, и вдруг, так сказать, некоторые руководители открыли для себя, батюшки мои, нам предрекали падение, а мы начинаем показывать темпы экономического роста, которые выше, чем в европейских странах. Ой, какое открытие! Да если бы вот было сделано то, к чему давно призывали специалисты фонда рабочей академии, Михаил Ильич Попов, профессор, доктор экономических новых коллег Анатольевич Мазур, то есть, разработать единый план, который для государственных корпораций будет обязательным, а для частных корпораций будет обеспечен государственным заказом. Вот если такой план сделать и начинать его реализовывать, то, что кажется сегодня даже очень рекордно высокими темпами, ну там 7% объёма промышленного производства, на самом деле, как раньше говорили, минимум-миниморум, то есть, это минимально, что вот можно достичь, на самом деле, это, сказать, можно, сказать, спокойно развиваться темпом выше 10%. Да, но такое вот развитие сразу выяснилось, сказать, слабые места в существующей экономической системе, слабые места, что, дескать, не хватает рабочих, не хватает рабочих, учитывая, что оборудование обновляется очень медленно, да, это вообще такой процесс, надо сказать, тоже не особенно быстрый, пока вы поставите, пока освоите, пока всё это надо запланировать, а если вы не планируете, да и тем более там перекрывает кислород с поставкой оборудования за рубежом, то это такая очень сложная штука. Опять-таки, она вполне была бы разрешимой и может решиться на основе единого плана развития, но поскольку долго от этого отмахивались, как назовыли мухи, и даже когда принимали какие-то законы и документы вроде законов о стратегическом планировании, то это всё оставалось бумагой. То, естественно, вот в раз это уже не сделаешь. Ну и за счёт чего же тогда можно было обеспечить растущие потребности в выпуске вооружения? Ну, за счёт трудового героизма рабочего класса, который вот и перешёл, причём остающегося этого рабочего класса, перешёл на двухсменную работу, на трёхсменную работу. Об этом говорят, как о достижении, да, многие руководители, что вот как у нас работает предприятие. А это такое достижение, которое, конечно, свидетельствует первых, во-первых, о трудовом героизме рабочего класса, во-вторых, свидетельствует о том, что другие-то резервы, резервы повышения производительности труда, связанные с внедрением новой техники, используя новую технологию, они вообще остались где-то в заднем плане. На заднем плане. Потому что все прекрасно понимают, что вот работа, значит, по 12 часов 6 дней в неделю, это, конечно, трудовой героизм, но эта работа не может быть устойчиво долгой. Но она может идти год, два, три, ну, наверное, и четыре даже, как мы говорим, по опыту Великой Отечественной войны, но она не может быть бесконечной такой, так сказать, без определенного срока завершения такой работы и возвращения к тому режиму труда, который считается нормальным. Хотя мы знаем прекрасно, что 40-часовая рабочая неделя нормальная, давно уже нормальная только юридически. по факту, так сказать, современного развития производительных сил это уже давно устарело и требуется своего сокращения. Такая нормальная продолжительность. Так вот, значит, рабочие героические труицы, но даже этого героизма, даже этого сверхиспользования ресурса труда уже не хватает. А то, что его используют, это вот очень заметно, потому что за последние пять лет производительность труда в обрабатывающих производствах увеличилась на 17%, а объем выпуска на 23%. А скажите, пожалуйста, а вот эти пять с небольшим процентным пунктом за счет чего были бы испечены? Они были бы испечены за счет увеличения трудовой нагрузки, потому что честность рабочих в это время тоже снижалась. Так как же тогда вот можно было обеспечь за счет того, что оставшиеся рабочие больше трудились? И вот теперь еще им подложили, значит, эту, ну, раз везет, тому и подкладывают, как известно, вот еще подложили, и рабочие приняли, понимая, что речь идет сейчас о решении крупнейшей задачи разгрома американского фашизма во внешней политике, который вовсю развернулся на Украине. Но также надо и понимать, что это не может продолжаться бесконечно долго, такая работа. Значит, вот столкнувшись с дефицитом рабочей силы и, в общем-то, умалчивая о том, что этот дефицит пока в значительной степени подливается за счет вот этого труда сверхноморальной продолжительности, и даже вот не рассматривая, что это что-то такое неестественное, предприниматели начинают искать резервы для увеличения ресурсов труда и выхода из сложившегося положения. И что к этим мизирам относят? Относят, прежде всего, обновление основного капитала. Ну, наконец-то. Только и скажешь. Вот надо же как было долго ждать, чтобы довести до этой точки, чтобы наконец-то заговорить о том, что надо обновлять производство, и даже что-то и делается в этой области, увеличивается темп обновления основного капитала. Но все это, конечно, уже в последний момент, а не заблаговременно. Значит, вот эту нерасторопность буржуазии, ну, кто прикрывает рабочий класс своим сверхотверженным трудом сверху нормальной продолжительности? Дальше предприниматели начинают по всем сусекам, значит, искать ресурс труда для привлечения его в производство и, прежде всего, конечно, для привлечения рабочих кадров. Где этот ресурс находится? Ну, находится, так сказать, в переориентации, значит, старшеклассников на то, чтобы они шли в сферу производства. И для этого, значит, открываются и оснащаются колледжи, техникумы, которые дают среднее специальное образование, но в том числе и готовят рабочих, рабочие кадры. И мы знаем, что очень приветствуются теперь, когда, так сказать, около половины, значит, у Позыковых девятых классов идут в эти колледжи, чтобы в том числе получать рабочие специальности. И речь идёт о том, что подготовить таким путём несколько сот тысяч рабочих – это уже, конечно, больше, чем было, но я думаю, что это не решает проблему, потому что, что называется, на выходе из состава активного труда значительно и большее количество рабочих, то есть рабочих, которые достигли уже пенсионного возраста даже, так сказать, в новой редакции этого пенсионного возраста, то есть в 65 лет. Поэтому не ограничивается вот только таким ресурсом труда. Значит, есть идея о том, чтобы студенты вузов тоже проходили серьёзную производственную практику, чтобы осуществляли так называемое дуальное обучение, когда теоретическая подготовка сочетается с развернутой работой в качестве рабочих на производстве. И даже есть такое предложение, вот мне приходилось читать в российской газете, по-моему, в Татарстане, что надо бы немножко изменить порядок обучения, что днём студенты работают на предприятиях, а вечером мучатся. Вот такая интересная ситуация. Это, вообще говоря, уже что-то из области опыта высших технических учебных заведений, в ТУЗов, которые создавались при заводах. Это что-то уже из опыта советского времени, которые, как вы помните, долго период охаивали всё это советское время, потом вдруг выяснили, что развитие современных производительных сил не может идти вперёд и осуществляться без обращения к тому, что было достигнуто в условиях социализма. Тем самым подтверждается, что социализм, вообще говоря, в области развития производительных сил открывал куда более широкие перспективы, чем в условиях капитализма. Это может быть достигнуто. Ну и, разумеется, чтобы эта система была выстроена последовательно, то и в старших классах тоже начинается уже производственное обучение. То есть, серьёзное не такое, как это, как говорили, на запиши. Скажем, студенты на военной кафедре, я помню, в Ленинградском университете учились мы в качестве командиров взводов Гауби СД-30. Теперь нам оказывается, что вот Гауби СД-30, которые обучились, учились ещё в конце 70-х годов, в полной мере используются и сегодня. Вот такой был задел конструкторской мысли, советской конструкторской мысли в области артиллерии. Так вот, мы, так сказать, когда сидели за партами, стреляли на запиши. Запиши, цель поражена. Так вот, доходило до абсурда в 90-е годы, в 1000-е годы, когда труду учились тоже на запиши. Запишите, уроки технологии были, что надо делать. Те наши школьники писали, вместо того, чтобы делать, или вместе с этим, вместе с записью и делать тоже. Вот теперь к этому нормальному положению вещей, что старшеклассники должны иметь опыт работы на производстве, как это было в советское время, к этому положению вещей возвращаются. Да, конечно, кто-то из этих людей, кто получит производственный опыт, производственные работы, пойдет и в СПО тоже, и проводят специальности, и пойдет, а может быть даже и минуя СПО, да, пойдет работать на производство рабочими, и действительно поток молодежи, которые вливаются в ряды рабочего класса, расширится вследствие этого. Это замечательные меры, конечно. Но мы с вами понимаем, что можно создавать новые учебные места, финансировать бюджетные места в колледжах, осуществлять производственную практику в университетах на производстве, но тем не менее, как вот заставить, разве можно заставить людей или гарантировать, что в результате этого люди, получившие соответствующую подготовку, пойдут именно в рабочие. Вот вызовемое место всех этих буржуазных предложений. Они, так сказать, по своему содержанию, конечно, хороши, но они не учитывают вот этой мотивации. А как пойти в рабочие? Ну, для этого предлагается, значит, такое тоже выдвигается в лозунг, повысить престижность рабочих профессий. И как это можно сделать? Ну, давайте будем сообщать о том, что рабочие имеют очень высокие зарплаты. Там сварщики 150 тысяч, на том заводе больше 100 тысяч, на этом заводе больше 100 тысяч. Это, конечно, производит впечатление на многих людей, которые уже привыкли, особенно на молодых людей, которые привыкли, что в жизни, так сказать, центральное место занимает деньги. Это вот же буржуазная такая идеология, да, и он наслаждался очень долго. Но о том-то очень легко убедиться, и все это, так сказать, это долго не утаишь, что, во-первых, вот эти высокие зарплаты – это не вовсе платы за труд нормальной продолжительности. Это фактически оплата переработок. А сами-то работы по 72 часа, ну, вы за 72 часа получите 100 тысяч рублей. И это что, очень привлекательно? Это значит, что вы за 40 часов, ну, получите 50 тысяч рублей с небольшим. И этим можно привлечь на производство людей, молодых, которые знают, что сейчас транспортные работники, которые называются курьерами, так сказать, 70 тысяч только зарабатывают, и можно это совмещать, чем угодно. То есть заработная плата рабочих остаётся очень низкой. Если иметь в виду по заработной плате, плату за единицу труда, или, так сказать, нормальный, там, за час тарифный и так далее. А заработка, как мы знаем, это ведь не то же самое, что заработная плата. Заработка – это тарифная ставка умножена на количество часов. Поэтому, если вы говорите о высоких, то надо говорить о невысоких зарплатах. Зарплаты всё-таки те же, очень низкие, по-прежнему остаётся. Надо говорить о высоких заработках. А заработка – это вот надо, значит, по 72 часа, и тогда будет у вас 100 тысяч. И это что, кого это привлечёт? То есть, короче говоря, не проходит вот эта часть престижности, да, не очень-то престижно зарабатывает 100 тысяч за, так сказать, трудя 72 часа в условиях опасных и зачастую вредных условиях труда. Ну, будем говорить о том, что рабочие такие вот молодцы и так далее, о них рассказывают, снимать фильмы. Ну, это хорошее дело, действительно молодцы. И будем водить, значит, на экскурсии делать для школьников, для студентов. Тоже хорошее дело, они немножко посмотрят на это дело. Ну, а я вот помню, я тоже был когда студентом, меня привели на, так сказать, на экскурсию на один завод. И там делали формы для оборудования. Там был такой страшный шум, что вот после этой экскурсии, я до этого как-то был вот вне завода. Ну, я работал в мастерских, да, и, так сказать, в учебно-производственном комбинате, на токарном станке. Ну, там, конечно, шум-то есть, но то, что я увидел на том заводе, где вот эти формы готовили, с этим, со страшным шумом, ну, это было мне поразительно. Если, так сказать, школьников водить на заводы, и они будут воспринимать именно эту сторону дела, а куда, она же в глаза бросается. Ты вышел, так сказать, вошел с улицы, где, в общем, более-менее все, и вдруг попал в такое, где и не очень-то светло, и такой страшный шум, и, так сказать, не перекричишь. То эти экскурсии едва ли привлекут в рабочие молодых людей, потому что они узнают, если они еще этого не знали, что условия труда в производственной сфере в среднем типично менее благоприятные, чем в сфере непроизводственной. И кто-то, вы будете говорить, что это престижно работает, что это самоотверженно, но сначала все, значит, оплевали трудовой героизм, да, а потом говорите, ну, вы будете героями. Ну, дорогие друзья, герои – это вот некоторая такая ситуация исключительная, когда она отправляет героизм, а что же, это вы на всю жизнь, что ли, на героизм отправляете людей? Как-то люди к этому не склонны, найдутся, конечно, какие-то желающие, а большинство-то и не будет, и нельзя рассчитывать. Если уж в советское время говорили о том, что не энтузиазме одном, да, не энтузиазме исключительно, а при помощи энтузиазма и, так сказать, с использованием материальной заинтересованности постараетесь построить мазки ведущим социализм, то вы при капитализме-то чего рассчитываете, на один энтузиазм, ну, это просто смешно, это смешно, эта мотивация не может работать в условиях капитализма, которые все построены на то, насколько ты их заработаешь, да, или, по крайней мере, это уставляется как главное, да. Значит, поэтому тоже тут не сработает, вот, посещение предприятий очень сильно не сработает в пользу повышения престижности рабочих профессий. Да, ну, можно снимать тоже фильмы, дело хорошее, показывать старые фильмы, тоже дело хорошее. Как-то там видно, что люди, так сказать, не только как-то утнули свои корыто, что называется, а, так сказать, люди, советские рабочие, очень были образованы широким политическим кругозором, их волновало не только то, что у них происходит в цехе, хотя это тоже их волновало, конечно же, но волновало, что происходит со страной, с миром, и эти лучшие качества рабочего человека сохранились тоже и сегодня, особенно у старших поколений, потому что вот само производство сегодня, оно не производство одиночки, но оно производство, которое предполагает связь миллионов людей в конечном счете, да, ты зависишь от миллиона своих товарищей, которые работают на других предприятиях, и это как-то доходит, так сказать, и осознается тоже, поэтому у рабочих очень широкий кругозор, в отличие от мещан, даже очень образованных мещан, которые много чего знают, но интересует их жизнь только одно, что они получат и как они выдвинутся. Вот у рабочих нет, и у рабочего класса не это, так сказать, не это самое главное, хотя понятно, что люди зарабатывают, но их волнует, помимо заработка, много чего еще и другого. Так вот, для того, чтобы повысить престиж рабочих профессий, надо посмотреть, а что, собственно, было. Был ли период, когда престиж рабочего человека был очень высокий? Был такой период. Ну вот, скажем, в 20-е, 30-е годы быть рабочим было очень почетно, они рабочим как-то даже и стеснялись, да, и даже настолько вот это доминирование рабочего класса, как класса, который является хозяином жизни и главным в стране, себя проявляло, что иногда принимало и такие, ну, я бы сказал, карикатурные формы, а все может превратиться в свою противоположность, если быть за рамки разумного. Вот, скажем, моего деда очень критиковали за то, что он носил галстук. Ну, он, правда, и не был рабочим, да, он был, значит, работал в кооперации, имея-то в торговле, да, в торговой кооперации. Ну и вот я думаю, как же так можно за галстук критиковать? А вот это вот, поскольку он как-то отличался уже от рабочих, было престижно быть очень рабочим, да. Это маленький пример, который говорит о том, что не надо выходить за рамку, конечно. Ну что, галстук, ну, как это у Пушкина, быть можно отдельным человеком думать о красе ногтей. Так и здесь тоже. Ну, видимо, вот то, с чем сталкивался мой дед, это, видимо, критика с стороны не самых развитых, не самых передовых рабочих, но она отражение того, а кто, собственно, задаёт тон, в том числе и в одежде. Вот это престиж был рабочего человека. То есть, на самом деле, престиж рабочих профессий будет высоким, и на первом плане, когда будет установлена, как мы теперь видим, диктатура пролетариата. Поэтому, конечно, в полной мере решить задачу повышения престижа рабочих профессий в буразии не удастся. Не удастся, но я хочу сказать, что вопрос поставлен правильно. Другое дело, что о повышении престижа рабочих профессий должен заботиться, прежде всего, сам рабочий класс. И не для того, чтобы, так сказать, повысить свой престиж. А вот если рабочий класс, и когда рабочий класс будет заявлять о себе в коллективных действиях, в решении вопросов на своих предприятиях, когда он не будет безропотным, молчащим, да, когда он будет носить своё предложение по организации производства, по улучшению режимов труда, вот тогда его начнут уважать. Престиж связан с уважением. А кого уважает? Уважает сильных. Так вот рабочий класс, когда он будет сильный, даже ещё в условиях капитализма, вот тогда его будут уважать. А что значит быть сильным? Сильным – это значит уметь реализовывать свои интересы вот в тех условиях, которые есть. Но эти интересы, как мы знаем, в условиях современного производства, в условиях вообще крупного производства, могут отчисляться только коллективно, совместно. Есть организации, которые способны обеспечить такие совместные действия на предприятиях. Это профессиональные союзы. Ну и когда мы заговорим об этом, скажут, ну вот, а сейчас рабочие спят, ничего не делают, а вот профсоюзные мёртвые тоже ничего не делают. Ну вот пока всё это, так сказать, спит и не делается. Вот и престиж рабочей профессии невысокий. Да, и поэтому ещё непонятно, как вот направить поток тех, кто получил производственную практику по рабочим профессиям, в производство. Значит, поэтому, конечно, рабочий класс должен, прежде всего, оставить свои интересы для того, чтобы улучшить положение тех, кто уже работает на производстве. И сегодня это очень непросто делать, потому что надо считаться с той обстановкой, которая есть. И поэтому, вот если мы говорим о том, а как сократить рабочее время? Это что, с повестки снято? С повестки это нельзя снять вообще. Ну вот на некоторое время. Но, значит, те же представители буржуазей говорят о том, что крупнейшим резервом повышения производства является производственное обучение, повышение квалификации. Спрашиваются, а в какое время все должно происходить? Это после 12 часов, да, в сменке вы еще идите поучитесь? Так не получится просто. Но нет никакого совершенно, так сказать, пространства для развития за рамками такого рабочего дня. Значит, вот надо повышать квалификацию и проходить дополнительное обучение именно в рамках рабочего дня. И тогда рабочая смена будет уже не 12 часов, а 10, если вы 2 часа посвящаете обучению. Но это ищет как-то так. Не надо понимать, что, конечно, раз это фактор повышения производства, тогда, так сказать, чем более развиты рабочие, тем выше их квалификации, тем меньше необходимости вот в таких сменах. Поэтому за это надо бороться, надо бороться, чтобы решать эту неотложную задачу для производства, я имею в виду обучение рабочих дополнительное и повышение квалификации в рамках рабочего дня. Теперь, значит, возникло предложение осуществлять наставничество. Наставники, они способны, так сказать, молодежь, привлечь коллектив, поддержать, создать национальный, совершенно правильно, они все это способны. Не самим наставникам тоже интересно, но кто будет готов быть наставниками, в какое время, и будет ли доплата, да, будут ли они терять зарплаты или не будут, значит, это тоже надо прорабатывать. И не надо думать, что здесь закон все предусмотрит. Закон пишется, к сожалению, нерабочими, хотя в данном случае совершенно правильное направление направлено на развитие производительных сил. Поэтому, если в коллективном договоре не будет рассмотрены все пункты, которые необходимы для наставничества, не в ущерб тем, кто будет считать это наставничество, ну, тогда, значит, это останется пустым словом во многом. Опять от рабочего класса требуется, так сказать, коллективные активные действия, чтобы решить эту самую злободневную задачу для нынешнего производства. Значит, то же самое с обновлением производства. Ну, хорошо, значит, нужно обновлять производство, так если пока рабочие это прикрывают, вы знаете, некоторым ведь предпринимателям очень удобно, они, так сказать, опираться на трудовой героизм, они даже и похвалят, и грамотку дадут. Ну, это, значит, можно отложить очень хлопотное дело и дорогое дело, очень непростое организационное дело, значит, перевооружение предприятия. Так кто вот заинтересован в том, чтобы это перевооружение ни в коем случае не было отложено, заторможено? Ну, сами рабочие же, которые должны прописать в своих коллективных договорах, сколько должно тратиться на обновление производства. Что это не можно, так сказать, невозможно разве? Как в связи с этим будут меняться условия труда? Какое конкретно оборудование должно поступать? Но кто вот в качестве экспертов-то должен выступать здесь? Ведь могут такое оборудование привести, массовых примеров можно привести. И вот, скажем, у нас делегаты российского факультета рабочих прямо отмечали, что без рабочих, без рабочей экспертизы оборудование очень часто может быть и неэффективным, приобретено, даже новое. Что надо учесть то, с чем имеют дело рабочие, они лучше всего знают, как это надо развивать и продвигать. Значит, если вас не слушают, так надо как-то это побудить к этому предпринимателю. А что для этого есть? Коллективный договор, опять-таки, соответствующие нормы надо заложить в раздел организации производства, согласование с работниками, номенклатура нового оборудования, срок внедрения, указания этих сроков, гарантия за зарпной платы в этих условиях, потому что здесь же будет период освоения нового оборудования. Пока ты осваиваешься, не сильно много производишь, так будет потеря зарпной платы. Это с чего это вдруг? Нет. Значит, надо, так сказать, гарантировать, чтобы зарпная плата не понижалась. Да и наоборот, надо поощрять тех людей, которые осваивают это новое оборудование. Но как это можно решить без рабочих? Никак нельзя это решить без рабочих. То есть от рабочего класса требуются коллективные действия, вот по решению самых насущных задач для осуществления обеспечения экономического специальной военной операции. И в этих действиях, в этих действиях, значит, себя рабочий класс и будет заявлять, и будет повышать престиж рабочего класса. А раз престиж рабочего класса, то и престиж рабочих профессий. Потому что, конечно, еще раз говорю, уважают тех, кто сильный, с кем надо считаться. Вот будет рабочий класс таким сильным, заставить собой считаться в реализации требований, которые сегодня совершенно необходимы для развития нашего производства. Его будут уважать. И, так сказать, поскольку его будут уважать, то и, глядишь, и новые люди придут в производство, потому что, ну, как-то очень хорошо себя чувствовать в рядах великой армии труда. Но пока, так сказать, она у нас не армия, имея в виду, что, конечно, люди работают, они в коллективах, всё, но вот они не объявлены борьбой за свои интересы. А нужно это продемонстрировать, нужно стать такими борцами. Разумеется, конечно, если рабочий класс политически себя не заявляет, то тоже как в современном мире. Вообще, в современном мире, видите, вот одна партия, другая партия, мы выражаем интересы новых людей, это такое буржуазии. Как-то всё равно это воздействует на умы людей. Значит, знаешь, с этим считаться, к этому прислушиваться. Значит, рабочему классу надо сформировать свою партию политическую, которая будет массовая, которая будет политически оставить его и выражать его требования восьмичасового рабочего дня и, так сказать, расширение трудовых прав, да, и, значит, развитие представительства рабочих, борщихся рабочих через создание общих органов, которые называются советами. Всё это возможно. И это было бы очень авторитетно для всех. И это бы, конечно, формировало бы уважение для всех. Потому что, ну, рабочих, когда они только трудятся, только героически трудятся, так сказать, не поднимая головы, им могут сочувствовать, ими могут, так сказать, восхищаться, но, так сказать, уважать. Это трудно сказать. А некоторые только и рады, ну и хорошо, говорит, нам не мешают хотя бы ни в политике, ни в экономике. И такое тоже есть. Но о этом спекулировать могут. То есть нельзя ограничиваться только трудом у своих станков. Для рабочего класса его дело – это не только станки. И никогда не было для рабочего класса России его делом только, только станки. Если только станки, то вы можете трудиться, а всё, что вы делаете, могут выкидывать во брак. Или сдавать врагу. То есть, вообще говоря, нужно проследить, чтобы то, что вы создаёте своим трудом, товарищи рабочие, было использовано в интересах, в данном случае, защиты России от агрессии американского фашизма во внешней политике. Поэтому дефицит рабочей силы, дефицит рабочих на производстве не может быть преодолён, несмотря на все вот эти меры, о которых совершенно справедливо говорят специалисты по труду, это квалифицированные очень люди и так далее, так вот всё равно он не будет преодолён в необходимой мере без того, что сам рабочий класс не заявил о себе в области экономической, в области политической, не проявил соиздательную инициативу, которая совершенно необходима для развития России сегодня. Ну и поэтому, вывод один только, что товарищи рабочие, сегодня как раз настала такая атмосфера и такая сложилась обстановка, когда не только ваша трудовая активность, но ваша активность как борцов за интересы развития производства, а значит интересы развития вас как главной производительной силы, вот эта активность просто жизнь необходима для решения крупнейшей проблемы, острейшей проблемы современной российской экономики, а именно проблемы дефицита рабочих кадров. Активизируйте деятельность в профсоюзах, вступайте в рабочую партию России, это будет шагом к решению этой проблемы. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин